Интервью у знаменитых сербов, которые занимаются, ну не знаю как назвать, я не буду ничего говорить, потому что каждый знает свою правду. Я вот хочу у них спросить, на самом деле, чем занимаются сербы? Серби занимаются тем, чем должен в принципе заниматься обычным народом, не допускать провокации для того, чтобы не было революции и переворотов. Только из себя. Я хочу сказать, что за Путина, за власть, нет. Но у нас нет никаких вопросов, мы недовольцы, мы только не хотим, чтобы ситуацию, в которой существуют социальные проблемы, они использовали для того, чтобы устроить революцию. Вот чисто вот это было. Вот для чего сверху, что тут не будет такой ситуации, серб распадется. Когда говорят, что мы получаем зарплату или как, свои, свои... Это вранье, да? Это вранье. Это вранье. Да, каждый занимается своим делом. Распадется, не будет нас. Ну просто каждый займется... Да то же самое говорят и про НОТ, про любую патриотическую организацию. Все на зарплате уходят. Нет, ну подождите, а вот сейчас вот та ситуация, вот сейчас попробую вам назвать о камерном вопросе. Да. Вы знаете, именно вам? Да, давайте. Да. Вот недавно были сушения по метро. Вы там были. Да. Вы за кого голосовали? Против метро или за метро? Вы знаете, я не понял, честно. С одной стороны за метро, потому что я увидел, как оно развивается. С другой стороны, все-таки мне не нравится, как эта проблема решает. Камера на себя, информация полна, и закрываем трансляцию. Ну это правильно и правильно ответы. Нет, я вообще так говорил, я знаю метро, но я считаю, что оно должно не таким спортом обрешать. Смотрите, а не проще ли было тогда, чтобы серби все-таки были, как бы к ним начались нормально и хорошо, да, как бы в одну ситуацию я сейчас слышу везде, да, а решать вопросы более гуманным и более спокойным способом? Наша цель не то, чтобы нас любили. Наша цель, чтобы Россия была вечной и сильной. Нам плевать, что любят нас, не любят, уважают, по барабану. Да вообще пофиг. Для меня самое главное Россия. Россия должна быть вечной и сильной. Поддержка людей должна быть вашей поддержкой. Вы знаете, почему он так ответит? Он правильно ответит. Я не ищу понять, я в депутаты не выдвигаюсь, человек тоже не выдвигается. Нам плевать, поддерживайте, не поддерживайте. Мы Россию за Россию. Должна Россия быть вечной и сильной. Поэтому у нас здесь своя работа. Там мы очень, ну, горожим мнением о нашей работе учтим, но что нас о нашем вот этом считает, это не надо. Поэтому на самом деле нам действительно, ну, все равно, как о нас думают, что про нас говорят. Главное, чтобы не было, так сказать, Петр, хаосов, переворотов и все. А, ну, то есть, ну, все равно, я все равно считаю, что все-таки надо как-то другим методом решать. Не скандалами, не возмущениями, не наездами и ничего такого, правильно? Ну, по-разному. Враги, враги России, они иногда очень наглые и очень плохо себя ведут. Ну, а кого считаете враги России? Которые против Путина, правильно? Да что вы? Да что вы? Да нет, 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 нет. Есть нормальная оппозиция, если вы об этом. Я все объяснил людям. Оппозиция всегда нормальная. У нас берут интервью, что такое серб? Вот, я вот им сейчас хочу понять и рассказать людям и отправить это. Не-не, вы не хотите рассказать, вы хотите отчернить? Нет, кто вы сказал отчернить? Я им сказал, если понятно, где они могут зайти и посмотреть. Зачем вы сразу на меня негативно относите? Я ничего хорошего про серб не скажу. Посмотрите любые ролики про серб, и вы увидите, как все время нападают серб. Ну, подожди секундочку, но вы же не были вначале. Вот я к нему подошел и спросил. Чтобы народ понял, кто такие сербы, я хочу взять у вас интервью. И они согласились. Хорошо, он просто не услышал, подумал. А вы сейчас на меня сразу наехали. Правильно. Сербовцы должны быть такими. Всегда нападают. Давайте так сделаем. Если вы хотите узнать, что такое серб, вступайте в серб. И узнаю. Слабо? Я еще пока не понял, кто вы. Пишите заявление, анкету, я вас принимаю, подписываю. Подождите, я еще не знаю, кто вы. Что вы ведете, что вы делаете. Вы не можете узнать. Наша программа скоро будет озвучена. Пока. Во всем народе считайтесь вы компоникативной частью. Все контакты, явки, пароли мы оставим. Ну хорошо, задавайте вопрос. Вы пока в народе считаются негативными. Ну давайте вопрос. Ради Бога. Вы знаете, а покажите мне человека, который погиб в Сирии. Помните летчика, да? Вот сейчас с чуваком разговаривал, в прямом смысле с чуваком, с человеком, да. А он негативно к нему относится. Он говорит, а он враг. Почему? А потому что он там убивал людей. А для вас герой. А для вас герой. А для него враг. Понимаете? А для вас кто? Поэтому еще раз говорю. Смотрите. Вы судите по сербу лишь только по тем тусовкам, которые вы тусуетесь. А вы посмотрите там, где мы. Мы делаем очень много, занимаемся хорошим делом, благотворительностью. Мы просто это не озвучиваем. Мы не считаем это. Напомните, раз навсегда, серб никогда не стоит за властью. Мы не стоим. Потому что вы, вы взрослый человек, в девяносто первом не выходили случайно против Горбачева. Да? Просрались. Просрали страну. Просрали? Просрали. А мы не хотим ее просрать. А ответственность сейчас и наказание нести не хотите. Ничего. А мы не хотим. А мы продолжаем. А мы продолжаем. Одобряйте то, что происходит. Одобряйте, а он там бывает. Нет. Он там бывает. Нет. Нет. А одобряйте о том, что многие кричат Крым, Нью и Россию. Я считаю, что лучше бы они построили для инвалидов что-нибудь. Для ветеранов, для детей. Видите, у вас, значит, получается, что? У вас немножко затуманенное сознание, которое вам... Нет. Которое вам вбили голову о том, что серб плохой. Понимаете? В этом плане. Вам уже вбили сознание. Вы уже приняли сюда в сердце, что серб плохой. Я Вас Ажи зовут, да? Александр. Александр. Извините, Александр. Я вообще-то беру интервью, чтобы народу показать. Вот такие сербы. Ну, Саша правильно сказал вопросов. Нет. Я просто сразу вам говорю, чтобы серб не воспринимали о том, что это агрессивная, настроенная какая-то организация. Дай другим словом. Серб пресекает незаконные действия, провокационные действия. И пресекает будущие какие-либо подвижки, которые пытаются сделать Майдан в России. Все, что против России. Мы не хотим, чтобы опять был красный или коричневый террор, влаги. Все, что мы не хотим. Оно все равно будет. Просто даже пускай тот насильственный захватит власть, он не сможет без репрессий держать. А об репрессиях не будут те, кто захватывает частную власть. Возьмите французскую революцию. Возьмите большевики и пришли к власти. А сейчас потомки у них вот этих большевиков, кто гулагами руководил, создавался. Они сейчас вот эти вот с красивыми лицами, они говорят, вот там Сталин плохой был. Так зачем совершать революцию? Надо мирно все стараться. Это не значит, что надо отпихиваться от народа, нам читать, что надо от народа. А мы не отпихиваемся. Смотрите, мы не отпихиваемся от народа. Смотрите. А вот, 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 вот. Мин чихать на мнение народа. Нет. Я не про народа сказал. Вы говорите, негативное мнение есть. Мне все равно. Можете думать обо мне что угодно. Мне главное, чтобы Россия была вечная. Да. Главное, надо людей проталкивать, хороших людей, порядочных. Не такие, как жулик, допустим, Навальный или еще. А нормальных людей. Смотрите. Вот выйдите из того нормального читания. Давайте. Это решил на выборах народ. Кого он считает нормальным? Он решил в 18-м году. Правильно? Решил? Нет. Были подделки. Все. Опять, пока. Понимаете? Я вижу ваш характер и ваш помысл, для чего вы берете любви. А вот вы скажите, вы измените свое мнение. Понимаете? Я знаю ваше настроение против нынешней власти. Вы измените мое мнение, когда я ничего не вырежу, ничего не вычеркну. Подождите. Я скажу, ребят, решайте сами. Я взял интервью. Народ решил. В 18-м году. А в 96-м году кто победил? Зюкан. Я сам председатель комиссии был. Я не говорю, что Зюкану хорошо. Давайте так. Вот смотрите. В 14-м году, как народ в 14-м году, давайте назовем кучка народу 100 тысяч человек, решила в Киеве, на Майдане. Как они решили? Перевернули всю страну. Кучка. То есть подушить и дальше. Теперь идет сколько? Пятый год война. Уничтожается все русское. Колонии американские посудят. Там НАТО шагает, как у себя дома. Обратите внимание. Там лаборатории биологические. Если это как бери не хочу, грибы растут. Против нас с вами. Понимаете? Вы хотите сейчас... Фашисты ходят на скаляку, на геляку. У нас же нет такого. Мы же не кричим, чтобы там... Вы же не должны быть как рабы здесь стоять. Понимаете, нет. Что делать Путин, все правильно. А они не рабы, что ли? Мы никогда не считали так. Я никогда не говорю Путину. А мы себя тоже рабами не считаем. Я скажу так, что я удовлетворен. И вас не считаем. Удовлетворен тем, что Путин остановил войну в России. Мы свободные люди. Я удовлетворен тем, что остановились лихие 90-е. Я удовлетворен, что Крым вернулся домой. Что наконец-таки приняты определенные действия по поводу легализации людей на Донбассе в виде паспортов. И если это будет всем гражданам Украины, которые хотят получить гражданство, я буду только знать. Потому что, запомните, Украина это не Россия, а часть России. Да. Почему? Окраина. Окраина Руссии. Нет, я вам больше добавлю. Харьков. Украина. Харьков. Всем, кто не знает, Харьков был государством российскому присоединен Иваном Третьим в 1503 году. Смоленск в 14-м году. Так что более русское? Выбор на Украине. Обратите внимание, выиграл кто? Зеленский. А почему? Давайте так. Он обращался к людям как? На русском языке. Значит проголосовали за него все практически 73%. Русскоязычные люди. В первую очередь. Дай другим словом сказать. Русскоязычные. Да, многие проголосовали против Порошенко. Но в основном проголосовали русскоязычные. Запомните. А значит Украина это русская часть. Сходил на могилу своего деда. Значит ладно, я хочу чтобы прекратить уже и так много. Я всегда делаю короткие как-то так ролики. Удачи вам. Нет, скажите просто вот окончание. Ну просто вот людям, моим подписчикам и всем остальным. Да, как бы. Что такое общее понятие серб? Освободительное. Как это переводится так я бы сказал? Да нет, вы мне это спрашиваете. Можешь сказать, я не это спрашиваю. Как переводится? Значит. Союз. Пасть порвел. Моргало выклик. Глаз на жопу натянет. Не моргать за встанет. Там наверно народ думает союз. Это юго-восточный радикальный блок. А, юго-восточный. Да он достаточно ничего. Но радикально нарушение бандерцев, нарушение фашистов. Он был создан на Украине, чтобы вы понимали. Когда бандеры пришли и начали разрушать все. Они не стролли, они разрушали. Но в отличие от бандерцев, вот этих всех, которые там в честь дивизии СС Галичина, вот которые маршируют, кричат, что москаляку на геляку. Но это бандерцев. Да. Мы такое ничего. Это не только бандерцев. Но мы в отношении них ничего такого себе не позволяем говорить. Нет, ну я понял. Вы просто как бы партия, которая как мира. Мы партия. Движение. Мира? Да? Да, мы за миром. Нет, вступайте к нам и будь партия. Созидание. Смотрите, самое главное, мы не хотим быть провокацией. Это не реклама. Еще раз говорю, повторюсь, вот что Саша сказал. Мы там за Путина, мы его боготворим. Нет, мы не за Путина. Мы за законно избранного президента. В данный момент. В данный момент. Выберут другого. Будем его поддерживать. Нет, 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 подождите. Еще раз говорю. Везун нормальный человек. Выберут демона, это не значит, что я буду за Демона. Самое главное, чтобы Россия была целостной и сильной. Я не думаю, что выберет народ. Подождите, кого выберет народ, ради Бога. Вы посмотрите, при Ельцине с Россией считались. Выберет какой-то другой путь. Ради Бога. Главное, чтобы Россия целостная была и желательно еще возвращала свои территории. А Ельцин центр надо снести. Или там потур пионеров. Почему Ельцин центр мы против? Почему вы против? Я тоже против. Ну вот видите. Те люди, которые способствовали развалу СССР. Еще раз говорю. Которые способствовали развалу России. Которые признали поражение публичное. Заявив об этом где-то там в Сенатах или еще где-то. Разорили. Олигархам все залили. Предприятия стоят. Те, которые разрушали предприятия и все остальное, я считаю, конечно, эти люди недостойны называться даже русскими. До сих пор не можем оправиться. Это раз. То есть ущерб был нанесен не меньше, чем вот при Питере. И по мне я увижу лишь тогда подъем России. Когда наконец-таки на лобном месте, может быть, будет, извините, может быть, я неправильно скажу для кого-то там, за Кремлевым. Но я думаю, я скажу. Если Горбачев будет там висеть, это будет хорошо. Это я скажу, что в России пошли изменить ничего. Я за. На самом деле. Этот человек, да, молодые, может не знать, что такое Советский Союз. Кто-то там коммунистов кайк и так далее. Но это я не говорю. Когда я говорю Советский Союз, я говорю о Украине, я говорю о Белоруссии, о Грузии и так далее. 15 народных республик, о едином кулаке. Вы поняли меня, да, значит, что такие сербы? Надеюсь, что кто-то сделает правильный выбор, кто-то неправильный выбор. Это ваше дело. Кто-то нас пошлёт. Вот смотрите, я делаю проще. Я сделаю такой выбор. Разногласия у нас такие бывают. Я скажу так. Мы никогда запомните подписчиков. Никого не нападали. Никого не бьём. Сергей меня зовут. Я по фейсбуке Сергей Утришский. Утришский? Да, Сергей Утришский. А может с вами друзья что-то я говорю? Я Алексей Кулаков. Я просто поеду вижу, я просто не говорю. Москва в огне. Есть такое. Там вы увидите это. Смотрите полностью, я ничего не выражу. Хорошо. Все. Ребята, свидания. Всех благ мира и про свидания России. Мы понимаем, что когда идёт мероприятие, митинг, крики, гофли, всё понятно. Главное, чтобы это не переходило потом. Вот это не коровая улица. Вот это в огромном луге. Парали по выступали. Парали по выступали. Да, да. Мы не против пиара. Вот понимаете. Вот эти 90 годов не надо. Вот проблема у майора. Смотрите, проблема у майора в данный момент, да, который нарушил... Есть проблема. Не важно. Который нарушил деленные, как говорится, заповеди. Уставы там и так далее. Нет, примерно. Но многие на этом пришли сюда, чтобы попиариться. Как удальцов в данный момент. Вместо того, чтобы ходить по юристам и решать эти проблемы и задачи. Это отдельные интервью. А не делать смену, а жмут в определенную. Спасибо вам, ребята. Спасать ребенка, это хорошо. Но я уверен, что жив ребенка там ничего не было. Это раз. Во-вторых, предавать, делать измену Родины определенную. Нарушать все нормы, уставы. У него первая форма допуска. Он не имел права выезжать. Как бы там ни было. И все равно это можно было законностью решить. Добиться. Абсолютно. Абсолютно. Господа, смотрите нас, обсуждайте, решайте. Кто прав, кто виноват. У нас нейтральная. Ни против, ни за. Остаемся. Мы еще встретимся.